всем привет у нас очередные съемки на сей раз снимаем снова крыску и мыша нашего рыжего мыша старожила который живет у меня уже три месяца никак не меньше вот он рыжий красавец вроде то он не очень впрочем как и крыска но потому что его помыли впрочем он и так что-то там дерет себе постоянно постоянно у него какие-то кровавые метки на голове как будто он расчесывает до крови не могу понять что это потому что по улице он не чувствует ему негде находить всяких блох и вшей что просто не знаю почему так себя ведет расчесывать себя так до крови и собственно рядом с ним крысенок бегунок не полувозрелый как казалось это мальчик также как и мышонок собственно они уже встречались и достаточно мирно друг другу относятся он тоже после мытья вот он прилизывается после того как его помыли ну что поделать накакали так сказать в своем домике убежище поэтому пришлось их слегка помыть поэтому сейчас так вот вылизываются как котята какие-нибудь собственно крысенок крысенка бегунка я покупал опять же для сового ящера но я хотел купить подростка но не получилось наличие были только бегунки поэтому может быть вырастить его тем более он такой красивый но такие такая такой красивая черненькая личико и черная полоса прям по позвоночнику при этом он ведет себя достаточно миролюбиво не агрессирует не пытается какать когда я на руки его беру в целом проявляет осмотрительность что-то вроде пока нет никаких опасностей надо вести себя осторожно и не пытаться куда-нибудь свалить но все равно конечно просто сидеть на месте он не будет вот они сейчас я просто посадил в этот лоток для того чтобы снять вместе вдвоем и очень скоро я их пересажу каждого в свой домик не стану держать их в одном месте все-таки крысы и мыши несмотря на то что один молодой и неопытная другой уже не знаю в пожилом наверное возрасте все равно они друг другу не хорошие соседи может у кого-то крыши и мыши живут в одном в одной коробке в одном домике но я не хочу рисковать не хочу потом видеть плоды случайных или не случайных травм у обоих респондентов по ночам от них достаточно много шума поэтому пришлось пересадить их на кухню но чтобы они не мерзли поскольку они теперь не на террариуме нижнюю подогрева у них нет я их помещаю в домики между чайника чайник обычно кипячу домики не плавится а стенки становятся теплыми также сделаем и с крысенком крысенку побольше места выделим мышонку поменьше пускай живут поскольку мышонка нету убежища поэтому его задвинули ближе к стенке там где меньше света но у крысенка есть убежище поэтому он чуть подальше от стены но и между ними теплый чайник поэтому если захотят они поспят погреются в основу рациона и у крестенка и у мышонка составляют тоже самое овсянка уже пытается тут вылезти только зачем непонятно какой-то овсянка а также корм для крысок убежал убежал решил прогуляться мышиная охота началась не нравится ему тут ну да ладно привыкли со временем покажу на мыше здесь у нас овсянка а также кормовая смесь для грызунов в частности для крыс которую я купил отдельно в зоомагазине ну и конечно же вода как основное что им необходимо и вот на подстилки из опилок они смогут прожить достаточно долго а через недельку будем убираться пока есть возможность скажу что я даже не знаю кого выбрать первым накормление ящера возможно никого возможно мышонка поскольку он уже преклонного возраста так как прибыл ко мне уже взрослым и прожил уже три месяца для мыша это крайне немалый срок а крысенок еще молодой ему еще как говорится жить дожить тут кое-как видно его сквозь крышечку да в темноте не очень видно ну да ладно пускай они чистятся а у вас дорогие зрители есть выбор что мне посоветовать кого отдать ящеру первым не факт что я кого-то отдам но мало ли все равно их содержать вечно не буду они же не домашние питомцы и размножать крысок или мышей тоже не хочется до новых встреч